Как информация квантовая? 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 Поэтому настоящий источник информации, который приносит мне некое новое знание о мире, которого у меня уже нет, должен для меня казаться абсолютно случайным. Но откуда эта случайность возникает в классической механике? В классической механике эта случайность возникает из-за неточного знания начальных условий. Если я возьму динамическую систему достаточно сложную, ну, предположим, чуть посложнее, чем эта монетка с большим числом степеней свободы, то неточное знание начальных условий приведет к тому, что я не смогу точно предсказать ее динамику. Существует, например, понятие динамического хаоса, в котором динамическая система ведет себя сильно по-разному в зависимости от начальных условий. Я меняю начальные условия на epsilon, а конечное состояние меняется, ну, в некотором смысле, на экспоненциально большую величину по epsilon. И по этому предсказанию у меня есть некий горизонт, да, то есть я могу рассчитывать динамику на какое-то время, а дальше она выглядит для меня как нечто абсолютно случайное. Вот, но в принципе, да, это не фундаментальное ограничение. То есть это всего лишь мои возможности точно узнать начальные условия и точно просчитать динамику. Ну вот мы ближе к концу второй лекции увидим с вами, что в квантовой теории это не так. Вот, но вы, наверное, уже догадываетесь, что в квантовой механике есть истинная случайность. Но вот в каком смысле она истинная, и чем она отличается от классической, это одна из наиболее важных вещей, которые я хочу, чтобы вы из этих полутора лекций вынесли. Вот, ну а сейчас, значит, чтобы закончить с информацией классической и перейти к квантовой, давайте поймем, что характеризует, собственно, количество информации, который мне одно подбрасывание этой монетки выдает. Мы рассмотрим некую более общую модель. Значит, пусть у нас есть некий источник информации, который мы моделируем последовательностью независимых и одинаково распределенных случайных величин. И так до бесконечности. Есть некий источник, который выдает мне символы из некоторого алфавита. Эти символы независимы друг от друга и распределены случайно, с неким распределением вероятности. Пусть для простоты у нас будет дискретное число исходов ПКТ. Каждый исход соответствует вероятности ПКТ. Такое дискретное распределение. Значит, количество информации, которая в таком источнике содержится, характеризуется величиной, которую мы будем называть энтропией Шинона. Значит, и выражение для нее будет такое. Значит, это сумма по всем возможным исходам, от вот такого произведения. Значит, вероятность исхода на логарифм по основанию 2 от этой самой вероятности. Ну и чтобы эта величина была положительной, мы ставим вот здесь знак минус, потому что все вероятности, естественно, меньше единицы. Поэтому, вообще говоря, логарифм здесь будет отрицательный. Значит, тот факт, что здесь стоит логарифм двойки, это математическое выражение того, что информацию мы меряем в битах. Если бы я поставил здесь какое-то другое число, ну, мерили бы ее в тритах или в чем-то еще. Значит, давайте посмотрим, как устроена эта функция для какого-нибудь простейшего случая. Значит, рассмотрим бинарный источник. То есть пусть у нас есть всего два события. Да, условно, у нас есть P и единица минус P. Значит, вот эта вот вероятность, например, выпадения орла, а вот это выпадение решки в нашем источнике, который представляет из себя подбрасывание монеты. Как будет устроена энтропия шинона? Значит, ну, это минус P, значит, логарифм P, минус, значит, единица минус P, логарифм единица минус P. Значит, везде дальше я буду логарифмы по основанию 2 использовать и просто это основание буду опускать. Значит, ну, эту функцию несложно построить. Да, давайте посмотрим, как она себя ведет. Значит, это P. Оно меняется у нас от нуля до единицы, как и положено вероятности. А вот это вот H, которая в данном случае является функцией величины P. Значит, ну, каждый из вас может построить эту функцию самостоятельно, выглядит она вот так. Значит, она ноль в нуле, ноль в единице, и максимум она достигает при P, равной одной второй. В принципе, этого, наверное, следовало ожидать. Значит, мы видим, что энтропия нашей случайной величины максимальна, когда мы имеем дело с хорошей честной несмещенной монеткой, которая ровно в 50% случаев выпадает орлом, ровно в 50% случаев выпадает решкой. Значит, теперь в каком смысле это мера информации? Значит, если у нас есть источник, вот тот вот, который выдает случайные величины x, распределенные, значит, с распределения вероятности вот этим по кате, то существует теорема кодирования, так называемая теорема кодирования шинона для канала без шума. Доказывать мы ее не будем, просто воспримем как некую данность. Она утверждает, что количество, сколько нам понадобится бит, вот, предположим, мы хотим взять вот этот источник и кодировать его с помощью последовательности нулей и единиц. Да, вопрос, сколько бит на символ нам понадобится в среднем, чтобы закодировать эти сообщения? Вот оказывается, что нам понадобится ровно h от x бит на символ, значит, если они распределены одинаково и не коррелированы между собой. Собственно, вот это утверждение выражает тот факт, что количество информации, мерой количества информации, содержащейся в нашем сообщении, является энтропия шинона. Но это довольно разумно, потому что мы видим, что чем больше случайностей, в некотором смысле, в нашей последовательности символов из алфавита, тем больше энтропии, тем больше новой информации для нас в себе эта последовательность несет. Да, если последовательность просто, вся отождественность состоит из единиц, она не несет для нас никакой информации, потому что мы точно знаем, что все последующие символы будут такими же, как предыдущие. Энтропия равна нулю, а максимально случайная последовательность дает нам максимум информации. Значит, что из себя представляет бит физически? С математической точки зрения это просто множество из двух чисел, ноль и единица. Физически это должна быть какая-то система, которая имеет два различимых состояния. Ну, например, да, это может быть наша монетка, которая лежит, значит, орлом или решкой. Это может быть, например, разные уровни напряжения на каком-нибудь логическом элементе в компьютере. Это может быть наличие или отсутствие импульса света в оптическом волокне. Что угодно. Главное, что эти два состояния мы должны хорошо уметь отличать. Однозначно можем в измерении сказать, нолик мы получили единичку. Значит, что будет, если мы попробуем это рассмотрение перенести в область квантовой теории? Значит, если система квантовая, то все несколько усложняется, как вы понимаете. Ну, что будет аналогом бита в квантовой механике? Ну, это элементарная двухуровневая система. Это система, у которой пространство состояния имеет базис из двух векторов. Вот таких. Условно я назову их нолик и единичка. Ну, вот в обозначениях Дерака они выглядят вот так. Значит, что это может быть? Это может быть двухуровневый атом, где 0 и 1 соответствуют различным уровням энергии. Это может быть поляризация фотона, например, где ноль, скажем, условно-горизонтальная, один условно-вертикальная поляризация. Или право-лево-циркулярная, например. Это может быть проекция спина на какую-нибудь ось. Если мы возьмем частицу со спином 1,2, то у него проекция спина на ось z, например, может принимать ровно два значения. Плюс 1,2, минус 1,2. Тогда, значит, одному мы присваиваем значение 0, а второму единичка, получаем физическую реализацию этого, как говорят, кубита или квантового бита. Ну вот принято такое наименование, мы будем называть это кубит. Значит, произвольное состояние кубита в силу принципа суперпозиции это вот такой вот вектор. Причем c1 и c2 это произвольные комплексные числа, которые, единственное, должны удовлетворять условию нормировки. В остальном они совершенно произвольны. Значит, чтобы понять, насколько тут усложняется ситуация, давайте введем какую-нибудь параметризацию на этом множестве. Ну, например, если учесть вот это вот условие нормировки, то можно написать кубит вот в таком виде. Косинус тета пополам 0 плюс e в степени и φ синус тета пополам 1. Ну и все это умноженное на e в степени и гамма. Значит, вот это некая общая фаза, которая, как правило, в экспериментах себя не проявляет и про нее забывают. И вот здесь у нас остается два действительных параметра. Тета и φ, которые можно естественным образом отождествить с полярными азимутальными углами на сфере. Поэтому мы получаем, что пространство состояния нашего кубита, если для классического бита это было две точки, условно 0 и условно 1, значит, вот это бит. То для кубита мы получаем сферу. Я плохо умею рисовать сферу, но я попробую. Ну вот понятно, да, что это такое, значит. Значит, это сфера x, y, z. Значит, как она устроена? Вот состоянию 0 соответствует вот эта точка. Если θ равен 0, полярный угол, значит, полярный угол θ, азимутальный угол φ. То мы находимся вот здесь. Вот это состояние, соответственно, единичка. Ну и вообще диаметрально противоположные состояния, они ортогональны. Теперь, например, вот здесь вот что у нас? Здесь у нас единица на корень из 2, 0, плюс 1. А в диаметрально противоположной точке вот здесь вот, соответственно, единица на корень из 2, 0, минус 1. Вот, соответственно, вот эти две точки соответствуют суперпозициям такого вида. Единица на корень из 2, 0, плюс i, 1. Ну а здесь, соответственно, такая же, но только с минусом. В диаметрально противоположной точке. Значит, вот видно, что геометрически, да, пространство состояния гораздо богаче. Вот, собственно, в ближайшую лекцию мы попробуем с вами посмотреть, что можно выжать из вот этого увеличения пространства состояний по сравнению с классическим битом. Значит, как устроены преобразования кубита? Значит, здесь у нас доступно только одно, только два, на самом деле, преобразования. Можно с битом ничего не сделать, а можно сделать с ним логическое не. Да, то есть перевести ноль к единичку, единичку в ноль. Вот, больше никаких осмысленных преобразований с ним нет. Ну, есть еще такие вырожденные преобразования, которые 1 и 0 переводят, например, в ноль или в единицу, но они не очень интересны. Значит, с кубитом у нас гораздо больше вариантов. С кубитом у нас есть целый набор вращений. Значит, есть унитарные операторы, зависящие от угла альфа, значит, которые выражаются так. Значит, это экспонента, значит, вот такая вот формула. Ну, и по-хорошему надо еще поставить одну вторую вот здесь. Значит, кто такие n и σ? Значит, n – это единичный вектор. nx, ny, nz. А σ – это вектор из матрицы Пауле. σx, σy и σz. Ну, я надеюсь, что Алексей Николаевич вам это рассказывал, ну, или на семинарах вам это говорили, что, значит, матрица Пауле соответствует их физический смысл, да, это оператор проекции спина 1, 2 на соответствующей оси, вот, x, y и z. А это, соответственно, оператор вращений. Значит, вот это единичный вектор n – это орд оси, вокруг которой осуществляется поворот, альфа – это, соответственно, угол, на который осуществляется поворот. Значит, вот это унитарный оператор. Унитарный оператор – это значит, что он сохраняет норму векторов, да, поэтому если мы берем какой-то вектор в нашем гильбертовом пространстве, действуя на него этим оператором, мы тоже получаем вектор с единичной нормой, но каким-то образом повернутым. Вокруг оси n на угол альфа. Понятно, что так можно любое преобразование параметризовать. Значит, все логические операции над одним кубитом – это вот такого вот вида унитарный оператор. Значит, ну, например, логическое не – это что такое? Его можно реализовать двумя способами, на самом деле большим количеством способов. Значит, если мы хотим, скажем, ноль переместить в единичку или единичку в ноль, то это будет соответствовать оператору поворота, у которого ось, например, совпадает с осью x, а угол поворота – это π. Правильно? Вот. Значит, ну что это такое? Если посмотреть на эту формулу, значит, n у нас будет 1, 0, 0, да? Вот. Альфа должно быть, значит, равно π. Соответственно, мы должны получить, соответственно, мы должны получить, что u от альфы – это просто σx. Значит, сама по себе матрица Pauli σx осуществляет операцию логическое не. Вот. Значит, ну теперь вернемся к тому, что мы расширили сильно пространство состояния. То есть у нас получается, что вместо одного бита мы получили два действительных числа, да? Наше состояние кубита задается двумя действительными числами – θ и φ, да? Значит, каждый из них, вообще говоря, это бесконечная двоичная дробь, да? Если мы захотим записать ее в виде последствий битов, то, вообще говоря, она просто бесконечная. Ну понятно, что в реальности вы никогда не сможете приготовить свой кубит настолько идеально, чтобы прямо знаков после запятой там было бесконечно. Но, тем не менее, если вы готовите его с какой-то неопределенностью в состоянии 1, казалось бы, да, вы тем самым вот этими двумя числами кодируете очень большое количество информации. То есть вы можете в свой кубит впихнуть огромное количество информации. Ну и, собственно, первая идея, которая приходит в голову, говорит, так, окей, если я буду использовать для передачи информации вот эти вот кубиты, то, значит, я смогу сделать какое-то очень плотное кодирование. То есть я смогу впихнуть в каждый кубит огромное количество информации, послать его по каналу связи и ее оттуда потом извлечь. Значит, это было бы замечательно, но, к сожалению, это не так. Значит, существует теорема, которая доказана была еще в 70-х годах нашим соотечественникам, математикам Холева, который жив и здравствует, и читает сейчас лекции в Математическом институте Академии наук и на Мехмате, по-моему, тоже. Значит, что он доказал? Он доказал, что, к сожалению, если вы будете передавать информацию по квантовому каналу связи, то есть кодировать ее сначала в битах, потом передавать, а потом декодировать обратно, то, к сожалению, вы не сможете передать больше, чем один бит на один кубит информации. То есть, несмотря на вот это вот кажущееся многообразие состояний, впихнуть туда больше одного бита не получается. Почему? Значит, ну, строгое доказательство этой теоремы выходит за рамки нашего курса, но я попробую проиллюстрировать. Значит, причина, конечно же, в том, что происходит при измерении. Значит, закодировать-то вы можете что угодно. То есть, вы можете приготовить свой кубит в произвольном состоянии, описывающемся любой парой углов θ и φ. А вот с измерением возникнет проблема. Дело в том, что неортогональные состояния неразличимы. Если у вас есть пара состояний, ну, вот я условно нарисую их на плоскости, да, вот у вас есть какое-нибудь состояние ψ, и вот у вас есть какое-нибудь состояние φ. Значит, как устроено измерение в квантовой теории? Значит, простейшее измерение – это проектор. То есть, ваш прибор, ну, вот предположим, для простоты, да, что у нас есть конкретная реализация нашего кубита. Пусть это, скажем, фотон. И, соответственно, нолик и единичка соответствуют двум ортогональным состояниям поляризации. Значит, вот есть у нас фотон, вот у него есть, скажем, поляризация h, поляризация v, да, условно. Как нам провести измерение? Вы ставите сюда поляризационный светоделитель, то есть некую поляризационную призму, которая, скажем, свет, поляризованный горизонтально, отражает, а свет, поляризованный вертикально, пропускает. И ставите сюда счетчик фотонов, какой-нибудь фотоэлектронный умножитель, который выдает вам импульс тока, если на него пришел фотон. Пусть детектор идеальный, то есть как только на него приходит фотон, он сразу же выдает клик. Значит, если вы увидели клик вот в этом детекторе, значит, вы заключаете, что фотон у вас был в состоянии h, которое для определенности будет соответствовать логическому нулю. Ой, наоборот, да, вот. А если кликает вот этот детектор, то, значит, будет состояние h логическая единичка. А вот что будет, если вы посылаете на вход этой системы фотон, который поляризован под 45 градусов, который находится вот в таком состоянии? Да, эта суперпозиция соответствует фотону просто, который поляризован линейно под 45 градусов. Ну, понятно, что будет. Значит, с вероятностью 1,2 будет кликать этот детектор, с вероятностью 1,2 будет кликать вот этот детектор. Соответственно, по исходу однократного измерения вы ничего не можете сказать о своей поляризации. То есть, если у вас кликнул вот этот вот детектор, вы не можете сделать никакого вывода о том, как был поляризован этот фотон. Например, вы не можете сказать, был ли он поляризован горизонтально или просто у вас реализовалась вот одна из тех возможностей для диагональной поляризации, которая здесь была заложена. Значит, точно различить, да, то есть точно сказать, чтобы по конкретному исходу я мог точно сказать, какое состояние было, можно только для ортогональных состояний. То есть для тех, у которых вот эти точки на сфере блоха находятся в диаметрально противоположных точках. Значит, ну а в нашей двумерной картине это, грубо говоря, вот такое вот состояние. То есть для ПСИ и ПСИ ортогонального я всегда могу по щелчку моего детектора отличить, какое состояние было на входе. И ежели у меня некая суперпозиция этих ортогональных состояний, то я, конечно, могу устроить схему так, чтобы я всегда их мог отличить. Но у меня всегда будут ошибки. Самое лучшее, что я могу сделать, вот предположим, у меня есть вот эти два состояния ПСИ и ФИ, я хочу их отличать. Что я могу устроить? Я могу устроить свою измерительную схему так, чтобы, значит, она у меня различала ПСИ в точности и ПСИ ортогональная. Тогда, значит, если вот этот детектор, да, давайте я его теперь переименую, пусть он у меня будет соответствовать моему ПСИ ортогональному. А вот этот, соответственно, будет соответствовать ПСИ. Тогда, если у меня произошел щелчок вот в этом детекторе, вот здесь, то я могу с уверенностью утверждать, что мое состояние было вот этим, да, потому что вот это не могло дать на него щелчок, потому что проекция его на это состояние ноль. Если же у меня произошел щелчок вот в этом детекторе, то я ничего не могу сказать. То есть я не могу сказать, было ли это состояние ПСИ, или это было состояние ФИ. Поэтому моя измерительная схема будет в лучшем случае говорить вам что. значит, она в лучшем случае будет позволять вам отличить ПСИ с волной от ФИ, но часть исходов не будет не информативна, да, вы не сможете сказать, какое состояние у вас было. Значит, собственно, вот именно это мешает запихнуть в один кубит больше одного бита информации. Ну понятно, что происходит. То есть один бит закодировать очень просто. Вы кодируете его ортогональными состояниями, да, противоположными точками на сфере. Но как только вы от них отклоняетесь, в процедуре измерения на приемной стороне, да, когда мы попробуем декодировать эту информацию, будут возникать ошибки. Вот природа устроена так, что уровень этих ошибок будет тем больше, чем больше, значит, вес второго неортогонального состояния, и в итоге баланс сойдется в точности к тому, что у вас получается ровно один бит информации на кубит, какой бы хитрой схемой кодирования вы не пользовались. Значит, ну, есть ли вообще какое-нибудь преимущество тогда у этой квантовой информации? Какой вообще в ней смысл? Вот. Пока, значит, мы видим только что одни препятствия. В самом деле препятствий еще больше. Например, квантовую информацию нельзя копировать. То есть если, грубо говоря, сообщение, записанное в последовательность классических битов, вы можете спокойно взять и скопировать, да, то есть вы можете просто измерить состояние вашей физической системы, которая является носителем бита, вот, и растиражировать его насколько угодно большое количество копий, никаких проблем нет. Оказывается, что в квантовом случае это не так. Значит, существует теорема, которая впервые появилась в литературе, наверное, где-то в 80-х годах, хотя, в принципе, до нее мог додуматься любой из вас сразу после формулировки математических основ квантовой теории. Но, тем не менее, появилась она совсем недавно. Теорема называется запрете копирования. Или в англоязычной литературе она называется no cloning. Значит, суть в чем? В том, что невозможно создать некое универсальное устройство, которому на вход подается неизвестное квантовое состояние, а на выходе получается две копии этого неизвестного квантового состояния. Ну, давайте мы ее сейчас попробуем по-быстренькому проиллюстрировать доказательства. Значит, любая квантовая механическая эволюция должна описываться унитарным оператором, да? Почему? Потому что норма вектора должна сохраняться при эволюции. Значит, ну, если хотите, этот унитарный оператор – это экспонент от Гамильтониана, который описывает эту эволюцию. Значит, предположим, что у нас есть вот такая вот идеальная квантовая копировальная машина. Значит, у нее есть входное состояние ПСИ, здесь у нас какое-нибудь состояние, давайте назовем его С. Это, грубо говоря, то, на что мы хотим скопировать наше состояние. Поскольку оператор унитарный, у него обязательно должно быть два входа и два выхода, да? У нее не может быть один вход и два выхода. А на выходе эта машина должна нам выдать вот что – ПСИ и ПСИ. То есть она не должна испортить исходное состояние, да? Вот, и должна создать вот здесь вот точную копию. Значит, ну, запишем, что делает эта машина. Значит, эта машина переводит состояние ПСИС в ПСИПСИ, которое равно, значит, У на ПСИС. Значит, мы хотим, чтобы эта штука работала для любого входного состояния. Значит, давайте возьмем какое-нибудь другое состояние, ФИ. Значит, то же самое преобразование должно нам выдать вот это. Ну, и это то же самое, У на, значит, ФИС. Ну, а теперь я возьму и домножу каждое из этих равенств скалярно само на себя. Значит, я получаю, что, точнее, не само на себя, а на другое равенство. То есть я получаю, что ПСИФИ на СС равно, значит, ПСИФИ в квадрате. Да, вот эта вот часть равенства. Значит, вот эта штука у меня единица, да, потому что все вектора у меня нормированы. И я получаю, что у меня ПСИФИ равно ПСИФИ в квадрате. Ну, а это равенство может выполняться только в двух случаях. Если они совпадают или если они ортогональны. Значит, это либо нолик, либо единичка. Правильно? Ну, просто решая это уравнение квадратное, я получаю, что они либо ноль, либо единица. Значит, к какому выводу я прихожу? Что моя копировальная машина может копировать, опять-таки, только ортогональное состояние. Потому что для любых других я получу противоречие. Если я возьму ПСИФИ, не ортогональное ПСИФИ, такое, что вот это скалярное произведение будет каким угодно числом между нулем и единицей, то вот из этого рассуждения я приду просто к противоречию. У меня получится это уравнение не выполнить. Это значит, что не существует такого унитарного оператора, такой унитарной копировальной машины, которая может получить на вход, значит, один кубит и выдать на выходе два в одинаковом состоянии. В том же самом и неизвестном мне. Значит, к чему это приводит? Это приводит к тому, что моей единственной стратегией может быть измерять это состояние, да, и потом готовить новое по той информации, которую я измерил. А на измерение, опять-таки, у меня есть ограничения, накладывающиеся тем, что неортогональные состояния неразличимы. Значит, оказывается, что это можно использовать во благо. Собственно, на этом принципе основана самая, наверное, развитая область науки о квантовой информации, которая, по крайней мере, практически единственная получила реальное применение в жизни, это квантовая криптография. Значит, какая интуиция стоит за квантовой криптографией? Интуиция такая. Значит, теорема о запрете копирования запрещает мне подключиться к квантовому каналу связи и копировать оттуда информацию. Я не могу этого делать. Единственное, что я могу делать, это я могу поставить туда измерительное устройство, которое будет выдавать мне результаты измерения, уже информацию классическую. И я могу по показаниям, значит, этого измерительного устройства пытаться как-то судить о квантовом состоянии. Но измерение с неизбежностью мое квантовое состояние портит. Ну, например, если мы вернемся вот к этому, вот к этой ситуации. Вот мое измерительное устройство. Предположим, я получил клик вот в этом детекторе и заключил, что, ага, значит, мое состояние — это фотон, поляризованный горизонтально. Да, значит, я злоумышленник, который хочет перехватить сообщение, кодируемое поляризацией этих фотонов. Что я могу сделать? Я могу просто взять, приготовить фотон, поляризованный горизонтально, поскольку я думаю, что он поляризован горизонтально, и послать его дальше. Но если я, как легитимный пользователь, который должен был получить это сообщение, знает, что фотон должен был быть поляризован вот так, да, то он может повернуть базис, в котором он делает измерение, то есть повернуть вот этот вот поляризационный элемент на 45 градусов. И тогда он должен был бы с достоверностью получить щелчок в одном из каналов. А при наличии подслушателя, который послал горизонтально поляризованный фотон, если мы разложим его в базисе плюс-минус 45 градусов, то есть вот эта вот единица на корень из двух h плюс v, я назову, давайте назовем его, скажем, d, диагональный. Соответственно, единиц на корень из двух h минус v я назову a, антидиагональный. Это ортогональный базис вполне себе, просто повернутый на 45 градусов. Да, тогда мое состояние h раскладывается по нему вот так, a плюс d. Не правда ли? И мы видим, что наш легитимный пользователь, который настроил свой прибор на детектирование состояния a, в 50% случаев будет получать ошибку, он не будет получать клик, потому что здесь всего лишь 50% вероятность получить клик в этом состоянии. Таким образом, наш злоумышленник будет выносить ошибки, и это неизбежно. Значит, давайте я попробую рассказать теперь, как можно эту интуицию использовать для того, чтобы передавать секретные ключи для систем шифрования. Значит, как вообще устроена система шифрования? Они бывают двух типов, с открытым ключом и с закрытым ключом. Асимметричное шифрование и асимметричное. Значит, сейчас большинство систем используют открытый ключ. Они основаны на чем? Они основаны на существовании так называемых односторонних функций. То есть есть некая математическая процедура, которая позволяет взять ваше сообщение, взять известный ключ, зашифровать его, а вот обратить эту процедуру очень сложно. Ну, пример такой функции — это, например, функция, которая раскладывает большое целое число на простые множители. Если вам дано, скажем, два простых числа больших, то перемножить их несложно. Вы можете просто взять их и перемножить алгоритмом, грубо говоря, типа в столбик, который полиномиально быстрый. Значит, он вычисляется не более чем за полиномиальное количество операций на компьютере. А вот обратная процедура, к сожалению, сложная. Для нее неизвестно никакого алгоритма, который бы делал это за полиномиальное количество операций. Это значит, что сложность разложения числа на простые множители возрастает для лучших существующих алгоритмов чуть-чуть субэкспоненциально, но все равно очень быстро. То есть вам достаточно добавить несколько бит в это ваше число, и разложить его уже будет невозможно на самом мощном компьютере, который существует. Ну, собственно, вот примерно такими функциями пользуются для того, чтобы организовать систему шифрования с открытым ключом. Ну, детали — это как бы целая наука, мы вдаваться в подробности не будем, но в чем здесь проблема? Значит, ну, есть ли здесь проблема или нет, зависит, конечно, от степени вашей паранойи. То есть, если вы предполагаете, что ваш воображаемый противник обладает неограниченной вычислительной мощью, то как бы вы можете видеть здесь проблему, потому что, опять-таки, вы заранее не знаете, что нет такого алгоритма, может быть, он до него уже додумался. Это, например, не доказано. То есть большая часть алгоритмов шифрования, основанных на, скажем, разложении числа на простые множители, или аналогично дискретных логарифмах, для них не существует доказательства того, что нет таких алгоритмов. Это просто некое поверье, которое, в общем, большая часть математиков разделяет, но доказательства строгого нет. С другой стороны, если вы, опять-таки, предполагаете всемогущего противника, у него может быть квантовый компьютер. Если мы успеем в конце следующей лекции, мы немножко поговорим о квантовых вычислениях, что они дают миру, но один из основных алгоритмов, который, собственно, ради которого квантовый компьютер стоит строить, это алгоритм Шора, который позволяет быстро за полиномиальное количество операций факторизовать большие числа. Поэтому если у вашего противника есть квантовый компьютер, то он может сломать ваш код. Значит, можно ли эту ситуацию как-то исправить? Ну, ответ — да, конечно, можно. И существуют принципиально невзламываемые шифры. Это так называемый одноразовый блокнот или шифр Вернама. Значит, как он устроен? Устроен очень просто. Как бы проще некуда. Значит, вот у вас есть сообщение. Это последовательность битов. Сообщение. Плюс к этому сообщению у вас должен быть ключ. Ключ — это тоже последовательность битов. На нее накладываются два условия. Первое — ее длина должна быть равна длине сообщения. И, во-вторых, эта последовательность должна быть... Представьте, это последовательность совершенно случайных битов. Да, то есть нули и единицы в ней должны быть независимы между собой. И вероятность появления на каждом месте нуля или единицы должна быть ровно одна вторая. Значит, ну какая-то вот я напишу. Я не отвечаю за случайность. Ключ. Как получить зашифрованное сообщение? Вы берете и складываете вот это дело по модулю 2. Ну, то есть делаете ксор побитовый между вашим сообщением и вашим ключом. На выходе вы получаете нечто. Значит, на выходе вы получаете нечто. Значит, что у нас тут получается? 1, 1, 0, 0, 1. Правильно? Это вот у вас зашифрованное сообщение. Ну, не надо особо долго думать, чтобы понять, что вот это сообщение для подслушивателя, который его перехватит, будет выглядеть как абсолютно случайная последовательность битов. Собственно, она будет настолько же случайна, насколько случайен ваш ключ. Поэтому для него это полная абракадабра. Единственный способ восстановить исходное сообщение для него — это перебирать все возможные значения этих битов до тех пор, пока он не получит то, что было. Вот. Ну, это два в степени N операций. Это, во-первых, очень медленно, а во-вторых, таким перебором можно, в принципе, там прочитать все, что угодно, да, начиная. Там, если она достаточно большая, можно прочитать там «Войну и мир» и любые другие интересные произведения. То есть вот в таком смысле этот шифр, в принципе, не взламываем. Да, ну, против тупого перебора не может быть защиты. Вы всегда можете подобрать свою последовательность, да, но на практике это, конечно, нереализуемо. Значит, в чем проблема, почему этим не пользуются? Естественно, проблема вот здесь. Как этот ключ передать? То есть у вас ваши два пространственно разделенных абонента, которые хотят пообщаться, должны иметь один ключ, который у них должен в точности совпадать. И при этом не быть известным никому, кроме них. Да, тогда они могут совершенно замечательно пользоваться этой штукой. Плюс, заметьте, что этот ключ еще нужно регулярно обновлять. То есть вы можете, конечно, заранее заготовить там несколько терабайт этого ключа, но когда-нибудь он у вас закончится. Вот. Поэтому есть несколько способов. Первый способ. Можно взять жесткий диск, да, с несколькими терабайтами ключа, сесть в самолет и отвезти. Вы будете удивляться, вы будете удивлены, но люди так делают. Значит, ну и периодически, значит, надо его обновлять. Вот. Значит, ну, понятно, что одноразовым блокнотом мало кто пользуется. На самом деле есть некая смесь, да, то есть вы берете ключ, который чуть короче, чем сообщение, но используете хитрые алгоритмы, которые, значит, позволяют вам более коротким ключом зашифровать более длинные сообщения, но так, что его все равно сложно будет очень разгадать. Но все равно даже этот короткий ключ вам все равно надо иногда обновлять. И, собственно, это проблема, которая в классической криптографии неразрешима. Да, то есть это невозможно сделать гарантированно секретно. Вот здесь как раз нам на помощь приходит квантовая теория информации со всеми ее сложностями. С теоремой о запрете копирования, с ошибками, которые вносят измерения, с неразличимостью неортогональных состояний. Собственно, квантовую криптографию правильно называть квантовым распределением ключа. Потому что само шифрование, оно совершенно классическое. Квантовая криптография решает только проблему распределения ключа. Значит, первый алгоритм распределения ключа был придуман в 1984 году Чарльзом Беннетом и Жилем Броссаром. И по их именам носит название BB84. Значит, Беннет и Броссард 84. Ну, обычно во всех курсах лекции рассказывают именно его. Не вижу смысла нарушать традицию. Значит, во-первых, он исторически первый, а во-вторых, он, наверное, наиболее простой для восприятия. Значит, вот так это называется. BB84. Ну и плюс он фигурирует у вас в программе. Значит, как он устроен? Есть два легитимных пользователя. Одного мы будем условно называть Алисой, а другого мы будем условно называть Бобом. Значит, это принятые в этой среде термины. Значит, криптографы любят называть Алисой и Боб. А подслушиватели называют Евой. Вот. Значит, Ева от английского слова eavesdropper, что, собственно, переводится как подслушиватель. Значит, как они действуют? У них есть некий квантовый канал связи. Значит, квантовый канал. Но тут терминология может ввести в заблуждение. На самом деле канал, конечно, никакой не квантовый. Это совершенно обычный классический канал. Например, это может быть оптоволокно или просто участок атмосферы между двумя телескопами. В общем, им нужно уметь обменяться между собой каким-то образом кубитами, которые они кодируют, ну пусть для простоты, в поляризации одиночных фотонов. Значит, воспользуемся нашей любимой моделью для кубита. Пусть наш кубит — это поляризация фотона. Значит, задача Алисы — взять вот эту вот последовательность случайных битов, которые она сгенерировала. У нее есть генератор случайных чисел. Это тоже целая история. Откуда взять хороший генератор случайных чисел. Вот, ну, об этом потом, если останется время. Пусть у нее есть генератор случайных чисел, который выдает и последовательность случайных битов. Она их кодирует. Значит, кодирует она их в двух базисах. Значит, первый базис вот такой вот. Значит, 1, 0. Значит, пусть вот это, скажем, V — вертикальная поляризация, а вот это — горизонтальная поляризация фотона. Это первый базис. Второй базис вот такой. Повернутый на 45 градусов. Значит, это, соответственно... Вот это будет 0 во втором базисе, да? Он равен А. А вот это, точнее, вот это — D, да? А вот это, единица во втором базисе, это А. Ну, в общем, неважно, как они устроены. Главное, что есть два базиса. И замечательное свойство у них такое, что, значит... Если мы возьмем скалярное произведение любого вектора из этого базиса, на любой вектор из этого базиса, мы получим одну вторую. То есть у нас А на H — единицу на корень из 2, значит, D на H — единицу на корень из 2, да? Ну и, соответственно, что у нас там остается? АВ равно... Равно по модулю, да? Потому что иногда будет минус единица на корень из 2. Но вероятность будет определяться квадратом модуля этого числа, да? Поэтому знак не важен. Значит, по модулю они все одинаковы. Такие базисы называются взаимно несмещенными. То есть вот это кодирование замечательно чем? Если Алиса кодирует свой фотон вот в этом базисе, а злоумышленник пытается сделать измерение вот в этом базисе, то для него оба исхода равновероятны. То есть он никакой информации для себя из него не извлекает. Значит, она кодирует вот так. Значит, базис она выбирает случайно. То есть у нее есть два генератора случайных чисел. Один генератор случайных чисел сгенерировал ей ключ, а второй, значит, ну или тот же самый, просто использующийся второй раз, главное, чтобы он не повторялся второй раз, он говорит ей, какой базис выбрать. То есть, например, вот пусть она хочет закодировать первый нолик. Она выбирает случайным образом базис, но, предположим, она выбрала базис HV. Значит, нулю здесь соответствует состоянию H. Она посылает его Бобу. Второй раз у нее, там, скажем, единица. В этот раз ей генератор случайных чисел сказал кодировать в базисе DA. Значит, здесь единичке соответствует вот это состояние, поляризованное под плюс 45 градусов. Она посылает его Бобу. Боб на своей стороне, у него тоже есть генератор случайных чисел, который в зависимости от того, выдает он нолик или единичка, он выбирает базис, в котором мерить. То есть у него тоже есть два базиса. Вот такой или вот такой, да? Давайте там называть, вот этот базис у нас будет HV, а вот этот базис у нас будет DA. Он производит измерение и получает какой-то исход. записывает его у себя. Значит, ну давайте я сейчас дорасскажу и отпущу вас буквально еще пару минут. Значит, вот они совершают эту процедуру, да, пока ключ не закончится. После этого у них получаются две строки. Ну вот, значит, две строки. У Боба она, понятно, такая, как был ключ. Он его знает. Ой, у Алисы. А у Боба, значит, получается тоже строка, в которой, значит, один. В которой иногда возникают ошибки. Ошибки возникают почему? Потому что они независимо совершенно выбирают базисы, в которых они измеряют. И если они выбрали разные базисы, то иногда, да, собственно, в 50% случаев при этом, да, будет возникать ошибка. Поэтому примерно четверть битов вот здесь будет содержать неправильные значения. Для того, чтобы от этого избавиться, у них есть классический канал связи. Вот тут вот есть еще классический канал. По которому они связываются между собой. И Алиса говорит, в каком базисе в каждой из посылок она осуществляла кодирование. Но уже после того, как информация распределена. И если, значит, базисы совпадают, они оставляют этот бит. А если базисы не совпадают, они соответствующие биты вычеркивают. Таким образом, они могут гарантировать, что на оставшихся позициях у них должны быть идентичные биты, если нет подслушивателя. Теперь, если в середину вклинивается подслушиватель, что он может сделать? Он может сделать довольно хитрые стратегии. Собственно, есть целая наука о том, как устроить оптимальное подслушивание и как с ним потом бороться. Но простейшая стратегия для иллюстрации, да, он может просто начать мерить, опять-таки, так же, как притвориться бобом, да, и посылать результат своих измерений. Понятно, что при этом, поскольку он понятия не имеет, в каких базисах мерила Алиса, до тех пор, пока она это не скажет. А фотон уже улетел, то есть сеанс распределения уже закончен. Он будет вносить ошибки. То есть вот в этих, уже просеянном, то что называется, ключе, останутся ошибки. И их можно заметить. Если они будут замечены, то, значит, вы сможете узнать, что там подслушиваете. Ну, плюс еще в том, что если их достаточно мало, ну, для каждого протокола, что значит мало, это отдельный математический вопрос, для BB84 можно показать, что это 11%. Если ошибок меньше 11%, то вы можете с помощью неких классических операций сжатия добиться того, чтобы у подслушателя осталось сколь угодно мало информации о вашем исходном ключе. И это гарантирует вам секретность распределения ключа. Собственно, это решает одну из ключевых проблем в криптографии. Вот эти системы существуют, они доступны коммерчески. Вы можете, в принципе, для своего банка такую систему купить. Несколько фирм в мире их делают.